Уважаемые друзья, отдел архитектуры и строительства Росковского исполнительного комитета организовал и проводит с 9 июня сего года по 3 июля общественное обсуждение архитектурной концепции эскизного проекта «Софийский собор в городе Витебске». Я думаю, что большинству жителей города Витебска знакома эта тема. Мы ее, в принципе, обсуждаем с 2014 года. Поэтому вкратце остановлюсь, что это второй вариант размещения «Софийского собора» в районе кинотеатра «Центр» на берегу реки Западная Двина, перед мостом имени Блохина, напротив второй школы. Место можно ознакомиться с имеющимися здесь действительно проектной организацией строительных сервисов в рамках технико-экономических показателей будущего собора, место его размещения, архитектурного облика, ориентировки. И в течение 25 дней, согласно законодательству, каждый имеет во время работы собора прийти, ознакомиться и высказать свое мнение. Высказать свое мнение как письменно. Вот здесь есть цитрать специальная, которая будет регистрировать каждое сообщение. Помимо этого, пожалуйста, есть данные на сайте Борисполкома. Сейчас бы хотелось для краткой, наиболее полной информации, чтобы авторы в лице проектной организации, главный архитектор проекта, как призназвили в суд вообще этого проекта. Пожалуйста. Основная цель этого проекта – показать Софийский собор, который был в свое время построен в Полоцке, в том виде, в котором был премешаем. На середину XI века на землю славянских было построено три собора. Софийский собор, Полоцкий, Четвертый. Первым родом шальником вообще в мир существует, который на тот период времени, всего четыре собора. Это Константиновский собор, который сейчас в Стамбуле, построен, потом был построен второй в Киеве, София Киевская. Третьим собором, это все примерно в одно и то же время, третьим был Новгородский Софийский собор и четвертым как раз там был собор Софийский, Полоцкий. Их объединяет единая стилистика и архитектура. Принцип построения этих храмов, независимо от того, где они построены, примерно одинаково между принципами. Четвертый церкви, то есть более таким светским депроводцем, для приятных. То есть размещение, уже сказали, первоначально планировались парки преследовательской славы, то есть они выступили против. И новое место посадки, вот Блохина, второго центра Беларусь, на берегу реки. В принципе, на таком сложном рельефе, этот сложный рельеф, который обусловил каскадность самого здания, чтобы спуститься, получился спуск в реке. Также эта каскадность позволяет вот в этом месте. в этом месте. Продолжение следует...